МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости моего города в студии Александр Поморцев. И прямо сейчас главные события дня в материалах наших корреспондентов. Современный бизнес глазами молодых. Я считаю, что подобные мероприятия обязательно поможут студентам нашего вуза найти в будущем работу. В Кемеровском институте РГТУ прошла научно-практическая конференция торговля 21 века. Затянувшийся отдых. Еще пока неизвестно, сколько туристов у нас российских находится, кузбассовцев находится за рубежом. Среди туристов, которые воспользовались услугами лантотур, есть и кузбассовцы. Исчез бесследно. Жителям Новокузнецкого района, чтобы при следовании на снегоходах соблюдали элементарные меры предосторожности. Пропавшего новокузнечанина в селе Шорохово до сих пор не нашли. Для сотен россиян поездка в жаркие страны обернулась не отдыхом, а разочарованием. Уже нашумевшая ситуация с туроператором лантотур-вояж, который не оплатил проживание туристов за границей, пока до сих пор не разрешена. Их уже называют заложниками отелей. Как выяснилось сегодня, среди попавших в эту историю оказались и кузбассовцы. Мария Каратеева о затянувшемся для кого-то и вовсе так и не начавшемся отдыхе. У нас туроператоры должны вылететь 31 января. Все, то есть сегодня такая ситуация, что гарантирует, что они улетят. Интернет пестрит подобным видео. Вся Россия уже знает эту историю. Туроператор лантотур-вояж неожиданно объявила приостановки своей деятельности. В итоге тысячи россиян оказались в пролете. Одни не могут вернуться на родину, другие наоборот, оказаться на курорте. В выходные только среди кузбассовцев зарубеж не смогли вылететь около 600 человек. Еще пока неизвестно, сколько туристов у нас российских находится, кузбассовцев находится за рубежом по линии данного туроператора. Поскольку этот туроператор многопрофильный, то направления у него достаточно широкие. В отделе защиты прав потребителей рассказали подобной ситуации, когда наши туристы не могут попасть на курорт или получают на отдыхе совсем не то, что было обещано, не единичное. Если взять 2011 год, к нам по данным туристическим услугам обратилось 26 потребителей. Мы подготовили 19 претензий и 6 исковых заявлений. Как же быть, если вы или ваши знакомые уже купили путевку у туроператора лантотур? Туристическое агентство поможет правильно написать заявление в страховую компанию, либо в туристическую фирму лантотурваяж. Потому что лантотурваяж все-таки заявляет о том, что того страхового покрытия, которое оно имеет, хватит на компенсацию всех реализованных и еще нереализованных туров. Но для этого все-таки надо правильно заполнить все документы. Хватит ли этой страховки на самом деле, чтобы заплатить каждому пострадавшему, пока загадка. Но в любом случае отчаиваться раньше времени не стоит. Если вы или ваши родственники уже за границей, звоните по телефону горячей линии Ростуризма. 607-71-17 и 607-39-49. Мария Каратеева, Константин Червяков. Новости моего города. С февраля пенсионеры станут получать больше. В среднем пенсия вырастет на 600 рублей. В итоге общая сумма составит чуть более 9 тысяч. Размер ее увеличится для тех кузбассовцев, которые имеют трудовой стаж. Это получатели пенсии по старости, инвалидности, по утере кормильца, участники Великой Отечественной войны, вдовы погибших военнослужащих и члены семей погибших военнослужащих. Всего повышение коснется около 740 тысяч человек. Галина Астердак, начальник департамента социальной защиты населения Кемеровской области, сегодня рассказала о причинах таких изменений. Премьер-министр Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на заседании правительства объявил, что с 1 февраля будет повышение трудовой пенсии. Причем повышение трудовой пенсии не на 6,1%, как планировалось, а на 7%. Сегодня спасатели озвучили версию возможной судьбы пропавшего новокузнечанина. Напомню, на минувших выходных в районе села Шорохово мужчина уехал на снегоходе и пропал без вести. Как рассказали спасатели, это не первый подобный случай. В конце прошлой недели в районе Поднебесных Зубьев водитель заглохшего транспорта был вынужден провести всю ночь на морозе. Живого, но с сильными обморожениями его обнаружили туристы. Сейчас пострадавший находится в больнице Междуреченска. О судьбе мужчины, пропавшего в селе Шорохово, пока ничего не известно. Недавно спасатели нашли его снегоход в реке Томи на глубине двух метров. Хочется обратиться к жителям Новокузнецка, Новокузнецкого района, чтобы при следовании на снегоходах соблюдали элементарные меры предосторожности. Ограничивали езду в ночное время, ограничили езду в трубнодоступных местах, в местах, где существует опасность для жизни и здоровья. Молодые и талантливые рассказали о своем видении бизнеса. Сегодня в рамках форума в Кемеровском институте РГТУ прошла международная конференция «Торговля в 21 веке». Студенты показали свои проекты опытным бизнесменам и представителям власти. Кстати, выслушать свежие бизнес-идеи кемеровской молодежи приехал даже гость из Индонезии. Подробности встречи в материале Дарьи Березовской. В зале абсолютная тишина. Студенты стараются не пропустить ни слова. Не каждый день они могут услышать доклады преподавателей такой величины. Сегодня будущие экономисты общаются с Судурианто Янто Прийона, профессором, доктором экономических наук. Никто не знал, приедет он с переводчиком или будет говорить сам. Как оказалось, он в совершенстве знает русский. К тому же Янто Прийона – профессор кафедры мировой экономики Российского университета кооперации. Зарубежный гость стал одним из главных участников Сибирского торгового форума. Проводимый форум – реальная база для развития связей между отечественными и зарубежными представителями бизнеса. Естественно, это является большой вклад в развитие как в теоретическом плане, так и в умово-практическом плане. Этот форум имеет как бы прикладной направление, практический характер. Как я могу реализоваться в будущем? Такой вопрос волнует студентов и выпускников. На него им постараются ответить представители бизнес-среды. Александр – студент экономического факультета. Он полон энергии и инновационных идей. Торговый форум для него – возможность реализоваться. Я считаю, что подобное мероприятие обязательно поможет студентам нашего вуза найти в будущем работу. Это общение у меня круглого стола с реальными представителями бизнеса, с представителями бизнес-структур. Во-вторых, помимо этого, этот форум поможет нам узнать, какими компетенциями должен обладать будущий работник нашей специальности. В копилке у кемеровских студентов уже есть несколько реальных проектов. Обсудить их будущее создатели смогут за круглыми столами с руководителями крупных предприятий и представителями Кузбасского технопарка. Очень много интересных идей в Кузбасском технопарке, очень много интересных идей в вузах. С одной стороны. С другой стороны, на предприятиях сегодня существует реальная потребность внедрения новых проектов, новых технологий. И именно на сегодняшний день, наверное, не хватает той площадки, где, с одной стороны, эти идеи могут встретиться с конкретными предприятиями. Не каждый смог попасть сегодня в переполненный зал. Поэтому форум будет длиться еще четыре дня на разных площадках города. Помимо обсуждений, участники могут посетить международную выставку-ярмарку и увидеть своими глазами результаты прошедших встреч. Одним словом, далеко идущие планы, смелые идеи и конкретные решения – все это о Сибирском торговом форуме. Дарья Березовская, Константин Червяков. Новости моего города. Председатель правительства Владимир Путин опубликовал третью статью. На этот раз в газете «Ведомости». Называется материал «Нам нужна новая экономика». В ней Владимир Путин делится своими размышлениями о том, какие шаги необходимо сделать, чтобы изменить ситуацию в стране к лучшему. Председатель правительства затрагивает такие темы, как место России в глобальном разделении труда и как преодолеть технологическое отставание, и не только. Уже в начале своего материала Владимир Путин отмечает, что никогда не была столь острая борьба за лидерство в глобальной конкуренции. И сегодня выигрывает тот, кто полнее других использует новые возможности. Цитируем. В подобных обстоятельствах важно обеспечивать стабильное поступательное развитие нашей экономики, максимальную защищенность наших граждан от ударов кризисов и вместе с тем неуклонное и быстрое обновление всех аспектов хозяйственной жизни от материально-технической базы до подходов к экономической политике государства. Шаг в будущее сделан в Кузбасском технопарке. Заниматься инновационными технологиями в Кемерове скоро будут студенты техникумов. Сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве Кузбасского технопарка со среднепрофессиональными учебными заведениями. Теперь технари получат реальную возможность воплощать в жизнь свои научные идеи. Руководители этих учреждений говорят, что творческих людей, а наука именно такое дело по их мнению, у них хватает. И это далеко не все перспективы развития. Именно вот в этом сотрудничестве найти свою нишу, нишу практического работника. Такие ребята творческие, конечно, есть в каждом учебном заведении и в среднем профессиональном, на мой взгляд, тоже. И вот эту творческую деятельность необходимо у них развивать. Еще знаете, что мне нравится в технопарке? Меня сюда привели студенты. Талантливые люди есть везде. Если говорить о техническом творчестве, которое является, так сказать, начальной стадией инновационной деятельности, то, наоборот, в техникумах намного больше людей, которые умеют не только головой, но и руками работать. Дополнительный стимул «хорошо служить» появился у солдат-срочников. Им установили единое жалование. По указу президента, всем призывникам повысили денежное довольствие. Теперь на их кредитные карточки ежемесячно будут переводить 2000 рублей. Сумма не слишком большая, но учитывая, что еще в прошлом году солдаты получали около 500 рублей в месяц, повышение заметное. Тем более, что все время армейской службы призывники находятся на полном государственном обеспечении. Пока новую финансовую практику ввели на два года. И это еще не все новости на сегодня. Смотрите далее. Королевское представление В Кемерове состоялась премьера циркового шоу «Пять континентов». Волейболисты Кузбасса в главном шоу матча года В Белгороде прошел матч звезд волейбольной суперлиги. На арене 300 диких зверей и птиц, 2000 эксклюзивных костюмов. Но такое количество и разнообразие не удивляет. Ведь цирковое шоу называется «Пять континентов». Его премьера недавно состоялась в Кемерове. Среди зрителей поистине королевского зрелища оказалась и Наталья Токмагашева. Капризные фрейлины и вельможи. Что это? Балмаскарад при дворе Людовика XIV? Нет. Такого изящества и ослепительных костюмов не видел, пожалуй, даже сам Король Солнца. Восхищение и страх одновременно – вот чувства, которые овладевают каждым зрителем, когда хрупкие девушки в нарядах XVII века выполняют трюки на высоте. А вот и сам Король. Но царственную особу не впечатляют сложно сочиненные костюмы и помпезность двора. Он мечтает вырваться из золотой клетки. Переживая за монарха, одинокого, несмотря на большое количество придворных, зритель невольно забывает, что находится в цирке. Впрочем, в театральную часть очень органично вливаются трюки и выступления дрессированных животных. Так что здесь интересно как самым маленьким, так и взрослым зрителям. Саша сразу решил, после шоу должен где-то поймать зебру, чтобы покататься. Зебра – это как конь. Он как конь. Только у него полоски белые и черные. Он не покошен на лошадь. Снежный бар с верблюдами жаркой пустыни и обезьянами Африки. На арене 300 зверей и птиц пяти континентов планеты. Кстати, к пернатам у руководителя цирка Гии Радзе особое отношение. С их дрессировки он начинал свой путь. Поэтому неудивительно, что человек творческого полета даже обычных лошадей превратил в сказочных пегасов. Это один из любимых номеров артиста, наряду с выступлением с голубями. Я думаю, что совершенно не голубые птицы. Я думаю, что есть глупее люди, чем голуби. Потому что голуби – это очень умные птицы, которые в цирке, с покон веков дрессируются. И очень хорошо поддаются дрессовые. Они очень нежные, трепетные создания. В зале «Аншлаг» зрители, вне зависимости от возраста, в восторге. Шоу «Достойные королей» доступно каждому кемеровчанину. До 26 февраля Гии Радзе и пять континентов в столице Кузбасса. Наталья Токмагашева, Константин Червяков. Новости моего города. Легендарная группа «Скорпионс» отправилась в свой прощальный трехлетний гастрольный тур. Его первая часть вызвала большой ажиотаж среди российской публики. В прошлом году Новокузнецк не попал в число городов-счастливчиков, удостоившихся чести принимать у себя мировых звезд. Но в апреле 2012-го грандиозный концерт состоится. О том, что ожидает поклонников легендарной группы в сюжете наших новокузнецких коллег. Таким был концерт «Скорпионс» в Москве в мае 2011-го года. Организаторы уверяют, Новокузнецк ждет представления не хуже. Южная столица Кузбасса – второй город на гастрольном пути легендарной рок-группы. Пути под названием «The Final Sting» – «Последний укус». «Скорпионы» под предводительством Клауса Майна через 45 лет своей музыкальной деятельности решили подвести черту и попрощаться. «А неочередной ли это прощальный тур? Нет, это ни в коем разе не очередной прощальный тур. Это первый, единственный и, ну, да, и зная эту группу, зная этих людей, это последний тур. Они достаточно состоятельные, достаточно уважающие себя люди. У них уже у каждого есть свой собственный проект, который они планируют в дальнейшем. Они не уходят, в принципе, из музыки, они не уходят, в принципе, из шоу-бизнеса. Они уходят в зените славы с эстрадой, как проект «Скорпионс». Грандиозное шоу требует и грандиозной подготовки. Сцена, а также звуковое и световое оборудование, вес которого более 10 тонн, путешествует из города в город на многотонных траках. Технический райдер группы насчитывает более 60 страниц. Впрочем, личные требования особо в удивление не вызывают. Как и полагается звездам такого уровня, музыкантам предоставят по персональному автомобилю одинаковых моделей цветов, а также по телохранителю. То количество технического оснащения, то, как ребята работали, как они выкладывались, это надо просто видеть. Поэтому надо идти, надо смотреть. Дворец спорта кузнецких металлурков, по признанию организаторов, не самое оптимальное место для проведения таких масштабных мероприятий. Технических нюансов очень много. Но на качестве исполнения это никак не отразится. Так что 19 апреля, как уверяет Клаус Майне, зрители, пришедшие на концерт, увидят феерическое рок-шоу, на котором перед глазами пронесется вся история группы. Сейчас или уже никогда. Анастасия Лыкова, Артем Петрищев. Новости моего города. Думаю, что группу Скорпиенс можно смело назвать чемпионами мира по зрительским симпатиям. Ну, конечно, в рок-музыке. В хоккей с мячом нет равных на планете нашим юниорам. Мы продолжаем, и новости спорта далее. Финляндия завершила с первенством мира среди юниоров по хоккею с мячом. Сборная нашей страны в финале уверенно обыграла хозяев льда команду Суоми 4-1 и завоевала чемпионский титул. В составе российской команды выступили три воспитанника Кемеровской школы русского хоккея. Защитник Денис Горячев, полузащитник Константин Добрелин и нападающий Владислав Тарасов. Наши игроки внесли весомый вклад в победу сборной. В золотом матче Тарасов оформил дубль, а Горячев забил с пенальти решающий гол. Мы поздравляем ребят с красивой победой на чемпионате мира. И в продолжение темы в Казахстане стартовал взрослый чемпионат мира по хоккею с мячом. В первом матче национальная сборная нашей страны разгромила команду США 19-3. Главным героем встречи стал игрок кемеровского Кузбасса Павел Рязанцев. На его счету четыре мяча. Ворота сборной России защищал игрок кемеровчан Роман Гейзель. И сегодня подопечные Сергея Фирсова встретились со сборной Финляндии и одержали вторую победу 5-4. В эти выходные в Белгороде прошел шестой в истории российского волейбола матч звезд. В противостоянии лучших игроков Запада и Востока, как и год назад, победу праздновала сборная Запада со счетом 3-0. Напомню, в этом году в главном шоу-матче года приняли участие три игрока кемеровского Кузбасса. Константин Ушаков, Павел Мороз и Самуэль Туя. В первый день Олд Стару и Кенда волейболисты участвовали в конкурсах. Павел Мороз стал автором самой скоростной подачи. Скорость мяча после его удара достигла 114 км в час. Также Мороз на пару с Константином Ушаковым показал самую эффективную атаку. Диагональный Кузбасса получил приз зрительских симпатий. А Константин Ушаков стал лучшим игроком сборной Востока. Что я хочу сказать. Все очень понравилось. Получил массу удовольствий. Была прекрасная организация. Очень много было знакомых, товарищей, которые приехали посмотреть. Получил колоссальное удовольствие от общения с ними. Впечатлений масса положительных. Поэтому все было хорошо. Новокузнецкий Металург в рамках чемпионата континентальной хоккейной лиги принимал Борис из Астаны. В этом матче была заброшена всего одна шайба, которая и определила исход игры. На 10-й минуте встречи Сергей Брылин зажег красный свет за воротами соперника. Вратарь Новокузнечан Тему Ласила отстоял четвертый матч в сезоне на ноль. Завтра Столивары на своем льду принимают Новосибирскую Сибирь. Отмечу, победа над Борисом помогла Металургу сократить отрыв от зоны плей-офф. Новокузнечане по-прежнему на 10-й строчке, но отставание от заветного 8-го места сократилось до 8-ми очков. Моментов возникали утех. Утех пород очень много. Но сегодня была игра вратарей. Ласил сегодня сыграл на один гол лучше, чем Еремеев. Поэтому победили. А в Красноярске завершился международный турнир по вольной борьбе элитной серии «Голден Гран-при Иван Ерыгин». Эти соревнования спортсмены считают неофициальным чемпионатом мира. Представители 14 стран подали заявки на участие в турнире памяти легендарного советского борца Ивана Ерыгина. Кузбасские спортсменки Наталья Куксина и Любовь Сальникова завоевали бронзовые медали. Мужчины выступили менее успешно, а лучший из них занял 8-е место. На этом у меня все. Служба новостей прощается. С вами мы продолжаем следить за городскими событиями. Если вам есть что добавить, звоните по телефону нашей редакции 45 23 93 или пишите на электронный адрес. Также оставляйте свои комментарии на сайте Первого городского, смотрите выпуски любимых передач. Желаю вам всего доброго и до встречи на Первом городском. Продолжение следует...